Всем привет, с вами Семка Игрыман, и мы с вами продолжаем To The Moon. Нам нужно собрать 5 частичек мемента, как это называется, я не помню. Ну, я знаю, что финальная фигня, которую мы в итоге с вами соберем, которую мы в итоге с вами разблокируем, называется мемента. А это, наверное, части его. В общем, не знаю, ладно. Ну, чё? Памяти Ривил Ривер Уайлз. Одна мемента есть. В смысле, серьёзно? По две даётся? Ну, шутка, нус. Если честно, я не думаю, что это животное имеет право на существование. Берид, достаточно велик для вас двоих. Возможно, не знаю. Всё, заходим в маяк. На маяк поступаем. Вот и всё, Ривер. Она-то осталась? Вот она. Как и ты, я смогу присматривать за ней каждый день. Она больше не водит одна. Я наверняка никого не пойму... Никогда не пойму, почему, но я оставался верен твоему желанию. Я уверен, что Аня благодарна тебе и тебе тоже. Да когда меня не встает? Кто будет присматривать за нами? В смысле? Нельзя же так делать-то! Алло! Ну, парадокс и дела. Кто вы? Меня зовут Ева. Я просто проходила мимо. Офигенная отмазка, действительно. Появилась мне откуда, и я просто проходила мимо. Круто! Она была вашей женой? Да, её звали Ривер. Необычное имя. Этого не должно было произойти? М? Она... Она не должна была так... Она не должна была так поступать. Но она... Вы не поймёте. Даже я не понимаю. Как он это не убил? Типа... О-о-о! Помогите, инопланетянич! Люди исчезают! Нет! Ё-моё, наушники не будут. Ну, нет, как-то... Как говорится, и нет. Что-то я сильно... Ай, но риска продвинулся. Получена заметка. Аня? А! В смысле, её не так же звали, вроде, нет? Кто-то, чья судьба небезразлична Джону и Риверу. Дочка потихла. А, заботится о Ане, я понял. Это уже не я. А где Кавуэр? Так, как раз вот. Я уже было подумал, что ты упала с утёсом. Что ты делала? Ты суждалась видом, что же ещё? Мы удачно попали? Удачно. Супер. Лучше не бывает. Курканус опять вижу. Да, ничего всего тут не вижу. Это же бояр. Чего ты ожидал? Ладно, встретимся на той стороне. Сама пробивай себе барьер. В общем, развлекайся. Серьёзно? Да? Так, уже вижу бементом. Как активировать шарупик? А, вот так. Чем я сейчас сразу скидал? Осталось два найти. Разбитый маечный фонарь. Здравствуйте. Ты слышишь, от меня отвернулся-то? Алё! Она же меня не видит. Хотя, может, он какой-нибудь телепат и видит всё. Мемент, да, подготовить. Идеал показывает минимальное количество входов, за которым нужно собрать мемента. Вот мне надо мне опять вот эти знаки строить, ладно? Три. Три. Так, я уже налажал, чувствую. Да и похрен, на самом-то деле. Что ты будешь делать-то? Ой, блин, тихо! Тихо, стоять, стоять! Вот так-то. Мне пофиг. Два... Двадцать три хода, серьёзно? Да, я, естественно, пофиг. Я не знаю. Это как-то подействует, повлияет на что-нибудь. Ну, как бы, ну, идеал сделай. Ну, и хорошо, как бы. Знаешь, ты чё? О, нормально, передвинулись. Достаточно. А, это лонгар, достаточно. Походу, это Аня, дочка их. После того, как заплатить за твою операцию, настали достаточно денег на это. Так что, не волнуйся. Нужно спасение? Ты ведь так это называешь, да? Нет, я уверен, мы сможем... Прекрати! Не люблю, когда ты врёшь. Более-менее уже молодой. Я посчитала наши деньги. Я знаю, сколько их. Почему ты пытаешься убедить меня против моего желания? Нам нужны деньги на оплату мечетов и счетов, Ривер. А ты его жена. Я понимаю, как много Аня для тебя значит. Но это... Это уже просто слишком. То есть, она... Она даже не... Знаешь, что делает меня счастливой, Джонни? Что? Знаешь? Кролики. А, я знаю. Я понял! Просто... Я надеюсь, ты мне поможешь. Ривер. Когда принесут документы на моё лечение... А! Когда принесут документы на моё лечение, я не буду их подписывать. Как ты распорядишься нашими деньгами, решай сам. Таоямба. Срочно, как говорится, сообщение тут у меня пришло. Сейчас, звук выключен. Но если хочешь исполнить мою волю, я хочу, чтобы ты достроил на них тот дом. А, дом. И тогда, каждый день, что ты проживёшь там, я хочу, чтобы ты присматривал за ней. Навещай её, говори с ней, утешай её. Я не хочу, чтобы она опять осталась одна. А как же ты? Счастлива. Я буду счастлива. Джонни? Да? Посмотри. Кролик. Покажи мне, что это? Что? Просто скажи мне, что это? Это кролик, такой же, как и все остальные, и что ты делала. Что ещё? Ну, сделан из бумаги. Докопалась до меня, что? Туловище жёлтое, а всё остальное синее. Хорошо. Какого надо так меня не пойму? Что я не могу сказать, что это динозавр или что? Послушай, Ривер. Я написал песню для тебя. Хорошо. Это я думал тебе скажу, что ещё? Ну, ты хочешь её услышать? Да. Тебе не нужно было приносить для этого сюда рояль. Мне было бы и хорошо слышно с открытой дверью. Ой, не прибедняйся. Детя же всё делают. По-поём. Она называется... Она называется для Ривер. Что же так избито? Это... Просто временное название. А это просто мелодия. Кто это Аня, о которой они говорят? Если она так важна, разве мы не должны были увидеть её в поде воспоминаний? Похоже, своё обещание он так и не сдержал. Если только... Если что... Чего? Эй, это... Это та самая песня, которую дети играли, да? Наверное, он научил их? Знаешь, не люблю я эти сантименты. Я ухожу. Я ухожу... Я уже собрал все связвения памяти. Тебя подбрось, ты ли сама поищешь? Естественно, остаться искать. Ты чё? Иди, я догоню. Не скучаешь по тем дням, когда конвертации аудио из памяти... Я посрался. МП-8 была легальной. Я у нас домой, кажется, больше 2000 песен за первый год работы. Это ж тоже МП-8 такой. Ух, заметка, бумажный кролик. То, что... Блин. То, что Ривер дала Джон. Все. Ганс Кристиан Андерса, новое платье короля. Обосраться, это этот самый Мементо. А, ну естественно, он же в него вошел. Лучше заметка для Ривера. Друзья, вообще классно. Песня, которую Джонни написал для своей больной жены. Название временное. Два это... Это прям всю... Всю этот локажу, будто это музыка. Кастрюля с тестом. Панка маринованных али. Оба-на. То есть, кто такие? Кто-то их сильно любит. Говорю тебе, ничего не выйдет. А если разобрать? А это, походу, уже другое время. Ну да, полезное время не перемещаемся. Посмотри на нас, Джон. Мы уже не в том возрасте, чтобы рояля двигать. Знаешь что? Если это не настолько важно для тебя, я найму грузчиков. Не в моих силах помочь тебе сберечь этот дом. Ну, хотя бы я могу сделать... Я могу сделать... Так... А всё? Серьёзно? Окей. Пошлите сами... Активировать моментом. Расстрелять! Подготовить. Идеал 4. Идеал 4. И что ж далеко не 4. Вот так-то. 11. Неплохо. Хоть не 25. Или сколько ли там было. Ты куда пошла-то? Куда-то ушла. Везет нажал. Так, опять на улицу перемещаемся. Этот уже тут. Ну, почти уже в зрелом возрасте с вами. Значит, когда он уже не старый. Наконец-то. Чего? О, нихрена себе. Ничего себе, акробаты! Брат, акробаты! Чё это такое? Посмотрим, что тут у нас... Что тут у нас? Да что? А, это дом! Ещё не достроенный. Готов поспорить, они увидели этот утёс. И подумали, что он... Недостаточно опасен без людей, живучих на нём. Ну, ладно. Так, я уже вижу, он пла... Он плачет! Джон! Пикап! Девушка какая-то... Возможно, это его жена? А, нет, да не она! Не забыль! Ник, позвонил мне, сказать, что должно прийти. Я принесла маринованные оливки. Вы любимы, не так ли? Ага, нормас! Я уже примерно понял, что мы будем первое сами собирать. Я слышала ривер. Это, наверное, первое звенье памяти. С ней всё будет хорошо. Её болезнь уже на последней стадии. К счастью, её можно вылечить. Но медицинские счета... Мы не сможем достроить этот дом и забыть. Мы можем оплатить только её лечению. Я рад, что она будет в порядке, но... Ты не представляешь, как многое давито для неё значится. У неё разобьётся сердце. Тебе помогла, но мы с цитом еле смотрим к концу с концами после разорения магазина. Что-то заберёшь, что делать. Я... Я пойду и скажу ей, что мы сможем это сделать. Я скажу ей, что мы сможем уплатить всё. Ага, это до этого было понятно всё. Не хочу, чтобы она сотворила какую-нибудь глупость. Ты не должен ей брать. Ты не понимаешь, Изабель. Если она узнает, я не... Чего? А, я думала, что Изабель считает. Если она узнает, я не уверен, что она выберет. И что? Если она выберет не спасти себя ради этого места... А, если она выберет не спасать себя ради этого места, то пусть будет так. Значит, это от того, что она действительно хочет. Мне совсем не нравится, когда люди в твоём... Чего? Ну ладно, решаются других. Ненавижу, когда ты так говоришь из них. Ты только и думаешь, что о ней? А как насчёт меня, Изабель? После некоторых лет, разве я не могу позволить себе побыть эгоистом? Хоть раз. Я не хочу остаться один, Изабель. Я не собираюсь позволить ей умирать. И не собираюсь позволить ей умирать. Умереть. Как высокометно. Мне плевать. Куда ты собрался? Хочу сорвать что-нибудь из этого утёса, чтобы принести ей. По крайней мере, так я его иду уютнее. Это не значит, что твой поступок будет менее вредным. Не хотел, чтобы я отдала это тебе. Что это? Что это за... Это чё за... Это... Растамов-кану. Он хот... Он... Он, наверное, так... Это называется... Всё в порядке. Ничего не в порядке. Рамка какая-то? Что это? Утопал. Окей. А, там вообще есть мементо. Нельзя поговорить. Машина. Машина-призор. Охрененно. Молоток. Не молоток. Кумба. Ну, я думаю, да. Вот, что он сильно уж прям выделяется. А в смысле, а что ещё? Отсюда я уже не могу ходить. Да, не могу. А в дом я могу сходить? Подожди. Исследуя локации, я понял. Ага, то есть туда я уже пройти не... Я вот по самому, по коридору большому, я могу ходить. А вот то есть заходить влево-вправо я уже не могу. Ладно, пойдёмте. Пойдёмте наверх. Не, ну всяко, там что должно быть. Здрасте. Всё нормально. Получилось два звена. Это, на самом деле, это очень хорошо, что за какие-то локации дают по два звена. Потому что, потому что, то есть, как бы, сама, как бы, за каждое место в локации дают по два звена. Это, соответственно, нехорошо, потому что локации, вот сами локации, как бы, временные локации, на которых мы сейчас ходим, они становятся маленькими. И по нескольку штук это прям будет реально, действительно. Если хорошо, реально, действительно, хорошо. Если локации будут уменьшаться, я думаю, у нас и две, и по два, и по три звена будет. Пусть локации будет стоять ещё, ещё меньше. Сколько тут будет? Три. Как раз три. Всё. Три, три. Хорошо, прям замечательно поработали. Где? Блин, закрыл ли всё мементо? А, а то иди. А, а то иди. Калочная заметка маринованной оливки. Фу, ты, ну это, я думала, басно, это ещё не... Да фами мементо ещё, может быть. Что это? О, нормаль. Нормаль, нормаль. Вижу, прям хорошо. Так, мы всё-таки решились, да? А, это его жена Николаса, ясно всё. Да, начнём строить через пару месяцев. Да, он всё строит, это когда даже ещё и жена не болела. У Бавада, конечно, нам пришлось разделить платежи. Но, взяв кредит, мы справимся. Как замечательно. До вашей мечты и в таком красивом месте. У вас тогда и свадьба около этого маяка была, не так ли? Но дело не в этом. У нас эти места многое связывает. Ну, приятно слышать хорошие новости. Тем более, что сто лет уже с вами не собирались. Вместе. Поздравляем. Поздравляем. С вас. Да, на нас. Я свернусь. Подойдите. А, пойду подышу воздухом. Я. Давай так недолго. Мужики-то нажутся, будут валяться уже. Скоро. Тогда это недолго. Мало ли. Ну, друг, определённо давно не виделись. Точно. Думаю, подумать, что будет так непросто встретиться. Ривер вообще-таки же молодча. Молчаливая, да? Да нет. Вообще-то думаю, она довольно разговорчивая. Ну и... Ну и что, если забыть? Она просто не привыкла к тебе. Ага. Получается, я не главный злодей, да? Ах, да. Ты рассказывала, Ривер, про то, что тогда случилось. Да. И как она это восприняла? В целом, нормально. Страшно, нельзя пошла. Но кое-что меня тревожит. С того случая она начала делать этих странных бумажных кроликов. Оригами? Да. Очень много. Ха. Я тоже для дочки всё время оригами складываю. Что не так-то? Это не одно и то же. Она вообще ничего не делает. Только кроликов складываю. И за дня в день. У нас дом буквально забитый мид доверху. Разве Забель не говорила, что это характерное... Разве Забель не говорила, что это характерное особенное состояние Ривер? Да, но в этот раз это тут явно не так. Когда я спрашиваю её об этом, она не отвечает. Из-за того, чтобы... Из-за того, вместо этого она смотрит на меня каким-то взглядом. Как будто хоть что-то от меня. Как будто хоть что-то от меня. И что самое странное, я тоже чувствую, будто что-то ей должен. Не пробовал спросить Забель. Спрашивал. Она сказала, что поговорила с ней, но безрезультатно. Слушай, это, конечно, не моё дело. Но вот я, что я тебе скажу. Я тебя со школы знаю. И знаю, что ты любишь накручивать мысли. Может быть, тебе всё это просто кажется. И не нужно так себя изводить. Обычно, когда так говорят, дела и правда плохие. Но ты... Но ты... Заранил во мне зерно сомнения. Может, ты не прав. Может, я всегда прав, Джон. Погоди. Погоди. Так он сам не знает, что это значит. Что значит эти кролики. Забудь об этих кроликах. Так у нас проблема посерьёзнее. То, что жена с ума-то начала сходить. Сразу же пустого, как он ей что-то сказал. Это ограниченная область памяти. Здесь нет... Здесь нет мемента. В смысле нет мемента? Не парься. Может, получится выйдет... Выдянуть из него что-нибудь. Как? Предоставь это мне. Надо намететь бармен. Бармен? А... Это всё нереально. Это же силуэты. Чё? А? Добрый день. Хотите чего-нибудь? Привет. Дай мне банку маринованных оливок. Ты же вроде их не любишь. Окей. Наличная или кредитка? Чек. Эм... Простите. Чеки мы не принимаем. Ох. Вы тогда запиши на мой счёт. Секун. Вот что, денег нет совсем. Ты так сильно напрашиваешь на сброс? Ты так сильно напрашиваешь на сброс? Окей. Окей. Наличная или кредитка? Окей. Ну, напиши на мой счёт. Я сегодня гуляю по-крупному. О, спасибо, сэр. Ваши маринованные оливки. Спасибо, братуха. Сегодня у тебя будут нереальные чаевые. Спасибо, сэр. Ну, ты говню к ним. Расслабься. Нет же мементу. И что, теперь с ними надо поговорить? Что я вижу? Не баночка, либо линованных оливок у вас, отымейся. Да. А вы цените? Именно. Вообще-то я сам только что взял свежую баночку. Не возражает, если я присоединюсь? Несколько. Почему вы нам не... Почему вам нельзя суть? Мне же не взять суть. А про кинуть? Они так типа как водку хлестают, да? Девизг. Ну да, звучит шикарно. Ему отключится на земляцию вкуса. Быстро. Ох, ну что-то мне... Вот ты слышишь? Это называется подстава. Подстава. А я тут думаю, по хрена он их взял, уже их не любит. Моя медь, путь страшной. Хе-хе-хе. Вот так мы заимели наш первый тост. Ох-хо-хо-хо-хо. Ах, блин, Боря. Мы в порядке? Да, я просто смакую эти отменные оливки. Чудесные, правда? Да, не понимаю, как кто-то там может добра и считать их отвратительными. Торопись, у нас еще две банки осталось. Ё-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Кот, кто не доживет. Хе-хе-хе. Я говорю, эй, ты не прав. И все меня поддержали. Вот знаешь, что еще не так с нашим учаством? Хе-хе-хе. Именно это я и знаю. Да вообще-то оно у меня с собой. А что? Покажете? Ну, ладно. Че это? Вот. Че такое-то? И пауза. Наконец-то. Слава богу. Как оливки, Нил? Вот ты слышишь. Ой, заткнись уже. Хе-хе-хе. Да, конечно. Я представляю, что он сделает, когда она окажется на его месте. Но если это будет, то в одной из следующих серий. А пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте пальцы вверх, чтобы ходить на ролики по Тузе Мун. И другим видео, другим играм. И всем удачи. И всем пока-пока.